всем привет с вами пятый выпуск гейзенбак шоу и сегодняшний выпуск мы проводим с нашими партнерами компании райфайзенбанк и хочется передать слово сергею жигалову из команды тестирования райфайзенбанка друзья приветствую меня зовут сергей жигалов я представляю сообщество тестирования райфайзенбанк мы всегда уделяем максимум внимания качеству наших эти решения с учетом современных реалий быстрой разработки автоматизации в командах мы активно изучаем и совершенствуем новые практики инструменты тестирования много внимания уделяем саморазвитию ребят в профессии quality assurance инженера и оказываем помощь в построении профессиональной карьеры внутри банка также мы развиваем внутреннее сообщество тестирования для обмена опытом и просто общение во времена преобладали дистанционной работы развитие в профессии невозможно без расширения кругозора обмена идеями и практиками между профессиональными сообществами разных компаний поэтому очень рады поддержать проведения хейзенбар приходите на конференцию я уверен вы в достатке подпитаетесь информации для размышления и для реализации ваших идей спасибо приятного и познавательного вам участия в конференции да и мы снова с вами и сегодня в гостях у нас алексей виноградов из города дармаген германия лёша помаши всем ручкой дармаген привет дармаген правильно дармаген лилия пилипенко из токио лили всем привет и артем несиаловский который вот уже смигрировал в лос-анджелес всем привет да и тема наша сегодня нашего сегодняшнего выпуска это миграция тестировщиков о том как тестировщики попадают жить и работать другие страны как им там живет живется и работает в чем отличие и в чем их нету между российским постсоветским пространством и всем остальным миром так ребят расскажите наверное пожалуйста о том как вы давно работаете за границей и как вы туда попали не знаю для чтобы начнем с тебя ну давайте но я же на самом деле не мигрировал как тестировщик а в принципе вырос на местных немецких дрожжах тут практически по крайней мере над собой вырос уже прям на месте то есть я живу в германии уже больше 20 лет и в принципе здесь была моя первая работа то есть я так объективно не могу сравнивать работу в германии с работой в россии и беларуси я сам родом из беларуси из минска потому что я ну по сути дела в беларуси и так собственно и не работал вот значит больше 20 лет работаю и начинал свою карьеру программистом тоже больше 20 лет назад и сейчас вот уже дорос как я говорю всегда до тестировщика то есть все хорошо у меня и работаю уже последние не знаю больше 10 лет независимым консультантом по сути дела работаю в проектах в раз в различнейших ролях как у нас говорит говорится quality assurance начинал с тестировщика то есть менеджера сейчас последние годы больше все больше автоматизации вот как то так лиля всем привет спасибо что пригласили я сейчас нахожусь в токио у меня около около 10 лет опыта в обеспечении качества и вообще войти изначально я начала свою карьеру в украине и работала три года около трех лет я бы сказала в украине тестировщиком и до этого работала некоторое время программистом но мне больше понравилось тестирование после этого эмигрировала в германию и почти четыре года жила в германии как раз недалеко от я не могу сказать честно дармаген жила в дюссельдорфе мне очень там нравилось но рабочая обстановка мне не сильно нравилось там и после этого эмигрировала в очень даже по случаю в японию и уже почти четыре года здесь я совершенно не планирую учить язык не учу его и чувствую себя очень комфортно в основном без знания языка работаю я сейчас в компании с именем индит она изначально считается компанией американской но как неожиданно можно так сказать а ей владеет японская компания рекрут которая мало нам известно и я тоже не знала ничего об этом даже не знала что какая-то другая компания владеет и думаю это американская компания но много людей из менеджмента и также часть работников около 30 процентов инжиниринга японцы а все остальные с разных стран и очень очень многообразное количество людей сейчас я официальный автоматизатор но это всего лишь один год у меня такой тайтл я раньше была кио и мэнио в основном и при этом я очень много тестировала автоматически так что просто официальный тайтл получил около года тому назад артем в америке я четыре года работаю все это время в компании amazon начинал я тоже как кио инженер последний год я sd software development инженер тест до амазона последние года где-то 3 я работал в россии в яндексе на сервисе яндекс картинки до этого были какие-то другие компании но это самое такое основное и в амазоне я работал вот буквально до предыдущих пару месяцев на проекте amazon lamberyard это игровой движок и совсем недавно переключился на алексу умная колонка наверное слышали и наверное самый главный вопрос который задают люди перед тем как попробовать поехать куда-то в другую страну легко ли там вообще найти работу ну то есть мне кажется что айтишнику сравнительно легко найти работу но плюс-минус любой стране да потому что спрос бешеный сейчас везде вот но может быть вы расскажете какие-то там свои реалии не вот я сейчас просто очень хочется волонтаристским решением передать слово лили почему потому что вот лично для меня японский рынок и представление того как как вообще люди устраиваются на работу нанимаются на работу в японии это черный ящик со змеями да совершенно верно я когда сюда ехала я думала что я переезжаю на луну и у меня было такое ощущение что это будет ну просто невероятный шаг моей жизни но когда переехала конечно очень много общего и на самом деле не чувствуется как будто бы на другой планете я совершенно как я сказала была не искала работы в японии меня нашли в линкендине и предложили пройти собеседование я не думал о том что в японии вообще айти бизнес как то развит я не интересовалась этим для меня были совершенно другие цели я планировала после германии переезжать либо в америку либо в канаду поэтому вот это предложение было совершенно неоткуда и я не считала его серьезно но пройдя собеседование и получив очень приятное предложение просто в плане контракта и условий я решила рискнуть я думаю он еду на год или что-то в этом роде но когда я приехала это все-таки более американская компания и я практически как в компании работа как в американской компании с американским стилем с американским процессом прохождения интервью но с моей точки зрения после вот больше трех лет рынок в японии не очень хорошо развит айти и они не очень часто приглашают людей из-за границы но они меняются с каждым годом япония меняется и все больше и больше ищут тестировщиков программистов project менеджеров из-за границы я считаю что сейчас я уволюсь например из индии да я маловероятно найду такого же уровня компанию но все-таки есть какое-то предложение просто хочу сказать это очень очень маленькое предложение и вообще в японии интервью проходят не так как мы привыкли к тому что мы можем подать где-то онлайн найти веб-сайт компании в которой будет в японии очень очень долгая традиция общаться напрямую с рекрутером и приходить нему физически со своим резюме то есть процесс происходит что люди тоже компании приходят к рекрутеру пишут к рекрутеру либо рекрутеры как-то все-таки находит онлайн например linkedin больше других платформ нет как таковых онлайн и ими мало пользуются японцы то есть в linkedin найти японца почти нереально поэтому индий занимает в нишу тут но вообще люди идут лично к рекрутеру и рекрутер с ними ходит на собеседование что совершенно странно смотри я правильно тебя понимаю то что люди где-то находит рекрутера вот прям этот человек который типа у него профессии рекрутер приходит к нему с резюме говорят найди мне работу да он уберет за ручку в одну ручку резюме в другую человека и вот так вот ходит по кругу типа вот бумажечка нужен не нужен это так выглядит это не так как похоже процесса мой муж проходил на software инжиниринг пытался найти работу здесь в конечном итоге стоит в индиде процесс такой что идет в большую рекрутинговую компанию у которой есть лицензия на на рекрутинг предоставляет свой резюме они дают свои контакты и они за на заднем плане ищут работу может быть у человека есть какое-то предположение что он хочет работать в амазоне или в гугле но это решают рекрутеры если есть возможность и них есть контакты с этими компаниями потом когда есть их интервью этот рекрутер идет с вами на интервью и сидит на этом интервью это просто я в шоке его инженер интервью банал интервью если что-то такое которое связано с кодинг интервью у мужа было что рекрутер уходил он был только на первом интервью в котором просто они друг другом знакомятся но иногда коде интервью даже не было в японских компаниях просто пообщались рекрутер сидел сбоку слушал это все и и ему дали оффер через некоторое время я надеюсь рекрутер подсказывают немного на кодинг части а если процесс такой что ты хочешь из-за рубежа это сделать как это в случае япония работает как-то это с визами вопрос решаются или как бы я же не могу допустим если вот в америке или в россии или еще где-то хочу в японию а это я же не могу а вот или меня сейчас поправит но видимо как бы это вот как раз тот маленький спрос про который она говорит который вот меняется тот часть рынка то есть тебя привозят а потом когда ты уже внутри страны оказываешь тебя берут резюме за ручку и и водят это хороший вопрос я знаю конкретно по нам вот indeed пытается изменить эту ситуацию и так как рекрут очень очень влиятельная компания они пытаются изменить это изнутри на большом уровне поэтому они меняют чтобы японский рынок подавался онлайн и просто наш indeed japan веб-сайт он тоже мог сервить таких людей как и кто-то из индии из россии может податься через нас но есть еще linkedin как вариант и в linkedin стали очень активно лично мне пишут рекрутера и из японии поэтому очень много всего меняется буквально за четвертому году я стала получать больше и больше предложений о работе и я считаю что linkedin или indeed это хорошая платформа чтобы начать искать работу и надо было лучше обращаться напрямую к рекрутерами все-таки либо искать напрямую каких компаниях вы хотите работать то есть можно зайти на сайт мне кажется в амазоне есть открытая работа в гугле есть открытые позиции ракутен активно ищет вот они ко мне приходили из японии вот ракутен очень очень меняется он тоже становится одним из интересных мест работы и indeed вот я не вижу больше слишком большого рынка с вне страны чтобы переехать это в основном 50 процентов рекрутер и 50 процентов ты ищешь сам себе работу на компаниях которые есть ты знаешь что они там есть и у них есть карьерс и тогда они напрямую с вами будет общаться артем а как у вас ну здесь ситуация немножко другая потому что в принципе по всей стране разбросаны там сотни и сотни разных компаний всем нужны тестировщики и автоматизаторы я бы сказал что по сравнению с россией вот то что я замечаю что отличаются это то что я конечно у меня поскольку я уехал четыре года назад я не могу сказать как точно сейчас в россии если это поменялось может я тебе скажу да тогда было реально человеку с образованием не техническим если допустим он получил какие-то корочки какие-то курсы прошел в москве найти работу тестировщиком ну какой-то джуниор но все равно здесь я как бы смотрю у меня конечно может быть еще но как бы в призме лос-анджелеса или силиконовой долины скорее всего так найти работу не получится даже если уже есть виза естественно если этот человек из-за рубежа пытается у него нет там не образование и вот так вряд ли возьмут то есть надо как бы с опытом уже приезжать но почти на все джуниор вакансии требуют уже там хотя бы один-два года опыта работы и плюс обязательно автоматизация похоже ли сейчас россии или все-таки еще есть в москве в принципе может быть маленькие услуги услуги в малей в маленьких конторах которые там развиваются не очень сильно да ну похоже да в больших компаниях все-таки уже очень много есть кейсов с образовательными проектами да когда компания яндекс частности моего групп заходят в институты делают там какие-то курсы со своими лекторами да и готовят людей которых потом нанимают в качестве стажеров и ну или как-то еще любые другие формы найма я работаю в тинькофф мы тоже этим занимаемся большие игроки они начинают уже заходить в вузы надеюсь скоро пойдем в школы и потом уже в детские сады вот лёша как у вас в германии нанимают людей и легко ли вообще пока не забыл про то что ты рассказал только что сейчас рассказал вот такого в германии мне кажется такой тесной работы нету то есть крупные компании конечно тоже сотрудничают с университетами но и на мой взгляд идет скорее имиджевые то есть такой вот у нас телеком хорошая компания идите к нам или там дочь и банк или там кто угодно но без вот таких вот курсов университетов и всего таков то есть чисто такой такая имиджевые вбросы вот и при начале на вопрос был легко ли найти работу и вопрос ответ немецкое хорошее слово есть я им это как бы да и нет то есть мы говорим сейчас в контексте работа нахождения работы из именно из-за границы там из стран бывшего советского союза это значит в германии все-таки в большинстве компаний просто нужен для работы немецкий язык да поэтому если у вас есть немецкий язык то у вас очень хорошие шансы найти работу за границей конечно тоже те же то же самое что сказал артем не новичка конечно же а уже с опытом работы вот а если у вас только английский то в принципе значит есть огромный город берлин с одной стороны где очень много где-то как бы гнездо интернациональных компаний и сейчас говорят что второй hotspot то есть редкое применение сейчас чаще с ковидом применяется hotspot но вот второй hotspot который растет это мюнхен где последнее время растет количество компаний которые работают вот на реально на английском языке а по всей страной германии на скорее точечно то есть где-то да ну практически в любом месте где-то будет компания где сидит там интернациональная команда и вот легко дать работу в принципе очень такое серьезное ограничение это знание языка потому что из стран снг практически никто не знает немецкий язык на достаточном уровне кроме выпускников и ильяса которые часто не знают там программирование или тестирование достаточно есть такой есть такой момент вот значит это с одной стороны а с другой стороны допустим это внутренняя кухня тоже я сейчас просто на сравнениях с японией скажем так у нас присутствие рекрутера на собеседование тоже не редко скажем я не скажу что там не знаю у меня статистики нету что там в больше чем половины случаев но безусловно бывает это никто не удивится если рекрутер захочет пойти на собеседование тоже помогут на мой взгляд по простой прагматической причине они же получают как бы ну там там типичная средняя провизия рекрутера это где-то но дверь скажем так две месячные зарплаты иногда больше то есть принципе если ты одного человека в месяц пристроил да то как бы там учитывая все накладные расходы прочее то наверное с этого можно нормально жить то есть получаешь как бы зарплату того программиста вот поэтому они значит заинтересованы в том чтобы люди продавались и они но они хотят помогать то есть они смотрят как ты там допустим проходишь интервью и дают тебе советы там с тобой тоже тренируются потому что они сами заинтересованы вот в общем поэтому тоже такое такое бывает вот они обычно молчат они просто слушают но потом после после разговора они с тобой общаются на тему что ты сделал может быть не так хорошо как мог бы и вот такие вещи естественно фидбэк потом запрашивают интересно как выпускают компании этих рекрутеров потому что они же узнают вопросы которые задаете и потом могут готовить прям целенаправленно сотрудников да там в германии тоже как бы обычно внув таких я считаю нормальных компаниях кодинг редко стоит в как называется фокусе хотя не заняну иногда тоже стоит скан так тоже кодинг на собеседование тоже не исключение вот был очень широкий спектр как собеседование проводится вот а вопросы знают ну как бы да это как бы да еще как раз точно сказал рекрутеры хотят узнавать вопросы для того чтобы следующим кандидатам примерно рассказывать про что их будут спрашивать и даже давать советы на что по их мнению является более важным для представителя компания что менее важно ну да ну а что в этом такого вопрос уж как бы вопросы обычно стандартные тоже скорее вопрос него дело не вопросов дело в ответах и причем как ну такой стандартное собеседование там нету так это правильных и неправильных ответов смотрят вообще как ты подходишь к вопросу как ты как ты выдаешь ответ ну то есть стандартное нечего мне 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 кажется что да потому что у хорошего интервьюера ты даже зная ответы особо не проскочишь просто посмотреть как как именно ты вот по подходишь к задачи сейчас сейчас потому всех как говорится к вид немножко мне кажется везде спад активности потому что ну как бы риски до риски стали больше то есть нельзя сказать что у нас тоже как бы бизнес сейчас вроде живет все нормально но как бы тех допустим компании которые хотели расти там какие-то новые вещи изучать они попридерживают деньги естественно потому что ну как бы непонятно что происходит вот я скорее до ситуации за самый не как бы наверное большой вопрос а чем отличается обеспечение качества вот там где вы работаете вот знаю там постсоветского пространства да то есть как бы отличается ли она чем-то почему потому что ну выглядит так что ну наверное должно да есть какие-то вещи которые ну вот прям совсем национальные подходы и вот или или нету отличия да 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 давай прошу прощения я хотела бы добавить было бы интересно две особенности первое это как насколько легко получить визу японию и по моему опыту получение визы рабочей в германии и в японии я бы сказал это легче документов требовалось принципе одинаковое количество но если есть опыт работы либо образование в этой сфере и есть приложение работе как контракт виза очень легко проходит и очень быстро то есть вот это было для меня очень приятно намного меньше бюрократии чем когда я получала визу в германию это связано с тем что они открыли специально для айти сферы какой-то быстрый поток просмотра и вторая особенность которой мне тоже я хотела подсказать как и люди ищут работу вообще в японии есть такое до сих пор устоявшееся мнение что японцы всю жизнь работают на одну компанию и это так и происходит в принципе вне айти многие люди долго работают на одну компанию и студенты больших университетов таких как например tokyo technical university буквально в токио есть какие-то контракты с большими компаниями например как фуджицу что они предоставляют какой-то процент своих студентов к ним работать сразу же после университета и это происходит так что последний год студенты ходят на собеседование во всех вот эти компании в которых есть контракт с этими большими компаниями которые нуждаются в технических работниках и эти студенты проходят методически собеседование везде и в конечном итоге почти все получают работу в какой-то либо компании на самую-самую нижнюю позицию то есть все в принципе находят работу войти и это очень уникальный я такого не видела ранее в украине это ты сам себе ищешь работу никто не компании не работали с университетами можно было пойти на какие-то курсы какому-то работодателю большому и уже после прохождения курсов параллельно с университетом получить работу как в принципе у меня тоже произошло когда работала в украине но здесь вот такой момент что все о тебе заботятся или можно сказать ты полностью включен в эту вот структуру рабочую начиная с университета и у тебя уже гарантированное место где-то это вот для меня удивительно и но в таких компаний как в indeed мы тоже пытаемся встроиться в это чтобы получить студентов мы тоже берем набираем большой объем студентов мы их учим полгода и кто-то получает full-time контракт после этого особенность мне не казалось интересно для вас это прям напоминает распределение а вот а вот если начали говорить а вот вот они приходят туда смотрят и вот но ты сейчас можешь сравнить да с тем что происходит на украине в германии и вот японии отличается чем-то там вот работа тестировщика от того чем ты занималась на украине или в германии да спасибо за вопрос и я считаю что многие компании эти и принципе следует какому-то стилю аджайла и вроде бы какой-то аджайл был разработан здесь если я не ошибаюсь японии и наша наша компания работает по аджайлу но очень очень расслабленным мне кажется несмотря на то как мы работали в украине очень очень строго по скраму я пытаюсь следовать все скрам рекомендации имели скром мастера и то же самое мы повторяли в германии здесь к скраму и комбану и к аджайлу отношения очень расслаблено в эти наши мы не следуем всем рекомендациям всем видим всем митингам которые рекомендованы в аджайла там тот же штряж потом пленнинг например какой-то определенный и груминг тикетов пленнинг какой-то вот строгий пленнинг что вот в этой итерации мы закончим вот эти тикеты они бы то есть пленнинг как таковой просто в комбан стиле что вот это наши тикеты хотите еще что-то сделать дополнительно возьмем на эту неделю пару тикетов но сделали сделали молодцы демо произошло в раз в неделю стендап произошел и и нету никакого давления что есть какие-то жесткие графики что вот этот вот спринт должен был закончиться вот это дема вместе с с нашим продакт овнером ничего такого серьезного просто что получилось то получилось и дальше следующие следующая операция началась опять из комбана забрали что осталось но смотречки зрения намного менее серьез в том числе совершенно никакого никакого я не слышала о позиции скром мастера или agile коуч или каких-либо agile курсов вообще я не замечала это у нас намного более распространено было в украине это тоже самое сейчас как сейчас в америке кстати мне интересно расскажи пожалуйста и как вы работаете в амазоне я бы сказал что это один из тех вопросов которые можно сказать что тяжело найти какие-то отличия по той простой причине что очень сильно отличается от компании компании то есть у меня даже внутри амазона там две моя предыдущая команда и моя текущая совершенно другие процессы единственное такое вот я могу сказать как может быть как совет что в америке немножко тщательней относятся к различным наименованием и какой-то спецификации то есть если вы собираетесь в америку ехать получаете корочки из бы как они называют а stqb чаще их можно увидеть там в требованиях на работу чаще про них людям на работе говорят и там ссылаются на них могут сказать вот в stqb определение regression testing такое то ты неправильно говоришь в россии как бы я тоже такое редко встречал а так конечно сложно сказать потому что я говорю что настолько разнообразно может отличаться от одной компании другой вот мне интересно тоже как в германии потому что как бы в целом отношение к качеству да потому что вот немецкое качество и другие не туда я тоже присоединюсь к артему скажу что тоже очень сильно зависит от компании компании как раз довольно во многих компаниях дел проекты вот и ну не знаю пытаюсь опять же в россии и там других странах соответственно наоборот ни в одном проекте не работал поэтому так вот сравнивать сложно но скажу как у нас что потихоньку периода идет переход из такого более как бы стадийного то есть ну как называется водопадного водопадного там да может немцы тоже в принципе и там скажем 10-15-20 лет назад не делали такого классе совсем классического водопада там были какие-то тоже как бы и тратить это итеративные подходы вот но значит потихоньку движется тоже все в сторону от жала то есть практически все переходят на agile но переходят на agile очень по-разному то есть некоторые вот как японии очень так сказать мягко смотрят на вот эти вот все странные правила и ну как за на многих конференциях тоже обсуждают такую проблему что многие люди просто не хотят меняться они хотят новые названия новые как бы надписи на не знаю своих кабинетах но они хотят менять особо процессы поэтому они как бы типичный статус митинг называют там дэйли стендап начинают называть или стопов ничего по сути не меняется да и как бы но там да раз в две недели какие-то пытаются пытаются подвести где-то черту но не сильно меняется внутри то есть все еще есть очень очень такое глубокое разделение между там допустим тоже программистами тестировщиками бизнесом да ну и опять же это очень такой тоже очень широкий спектр то есть есть компании в которые наверное очень продвинутых которых уже очень agile на таком солидном уровне применяется действительно команда вот понимает и выполняет задачи как следует и с бизнесом очень хорошие коммуникации а есть такое где все не очень все на границах этого спектра на мне кажется ну типа так вот типичная корпоративная культура наверно в германии может быть что-то среднее то я смогу себе представить что это среднее между японии где наверно самая такая строгая корпоративная культура где-то там ну мне кажется как раз у лили спросим что типа кто-то старше и по званию по возрасту тут всегда прав вот в германии мне кажется есть ну такое вот как бы воспитанное поколениями уважение к менеджменту то есть что менеджмент всегда прав но вот эти вот годы демократии и лидерализма тоже дают о себе знать то есть в принципе народ иногда обсуждают решение вот потом все равно право выполняют вот вообще то есть какой такой иерархическая структура есть несмотря на то что опять же с приходом отжайла очень сильно порезались во многих компаниях вот эти вот уровни да то есть раньше там смысл менеджеров не выполняют они просто там переходят в другие в другие ниши там занимают другие дают как бы другие должности и занимаются в принципе сама как бы это вот коммуникация то что хороший менеджер имеет коммуникации и планирование она как бы в рамках аджайла тоже никуда не ушло вот и там сейчас вспомнил пародийный комедийные там аудиосериал где про полицейских где значит там структура есть шеф у этого шефа есть там всего четыре человека у этого шефа есть как бы подчиненные у того подчиненного есть свой подчиненный вот и по-моему там и по-моему четвертого уровня уже нету но вот как как то вот так вот я не знаю что там иногда в диалогах тоже общаются там типа сидят в одном кабинете и так по иерархический дубе шпал это такая пародия на такой немецкого корпоративное общество а сейчас тоже тренд идет тенденция том что количество уровней снижается то есть во многих средних и небольших компаниях там как называется плоская иерархия да вот но в крупных концернах все еще там очень такие как называется развесистые орга орга чарты где-то начальник отдела начальник не знаю подразделение такое все вот и в общем в принципе спасут как ну послушание как бы то что начальник сверху решает что мы будем делать а мы уже там в силу наших возможностей выполняем вот то есть германии такое довольно нормально типично ну тоже спектра опять же очень широкий то есть если вы видали это по-другому никак я не удивит потому что есть все большая страна окей мы поговорили да поговорили частично ли ты хочешь сказать да я хочу добавить что как раз спрашивали про японию я действительно тоже работаю очень уникальной компании мы все-таки с американским стилем и я напрямую могу говорить больше даже чем я могла говорить своему менеджеру в германии который может быть обижался даже на меня то что я вам говорю все что я думаю и как и какое качество у нас компании тоже он как-то очень обижался когда я напрямую говорила что вот эти 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 создают баги надо что-то с ними делать но здесь мне очень нравится хочу сказать что индит очень уникален в этом плане тот же ракутен он хоть и меняется и сделай английский язык своим главным языком в общении компании у них все еще очень сильная иерархия и поэтому изменить что-то и напрямую так боссу говорите что что-то не нравится это все еще очень очень все по-японски и чем более японская компания тем более по-японски там в котором да шеф самый прав и в том числе шеф возможно и не будет даже слушать что ты говоришь прекрасный пример моя подруга которая работала в индиде и ушла сейчас из индита в консалтинговую компанию говорил что до индита она работала в компании где у нее и идеальный японский то есть очень высокий уровень японского но когда она была на митинге со своим боссом и был кто-то еще кто-то был немножечко выше ее пор по уровню и немножко дольше во в компании когда она делала презентацию вопросы задавал босс ее как говорится ее сэмпаю или да сэмпай файна то есть тот который немножечко выше ее а хотя она делала презентацию и можно было напрямую не издавать вопросы и он не спрашивала как она что она именно говорит потому что было все понятно просто вопросы шли как через прокси через человека который немножко выше ее порить даже не даже не по тайтлу а просто по количеству времени проведенного в компании и она очень обижалась на это но вот такая вот культура и не хочу сказать что если просто интересно работать в японии я бы все-таки выбирала компании которая имеет международную при присутствия везде где более-менее одинаковый менеджмент стиль который все-таки разрешает тебе как-то вносить изменения во все то есть мне повезло в этом плане я не связана с японским с японской культурой у меня нет я вообще прекрасно себя чувствую здесь даже лучше чем в германии в которой тоже в принципе хотят чтобы мы выражали свое мнение но наверное менее резко как я выражала поэтому тоже очень интересно в зависимости того куда вы попадете в америке я бы после такого мог пойти в и чара дел и пожаловаться и сказать что почему босс молчал у нас митинге ребят на смартфон еще один дальше у нас действительно не принято вот то что или сейчас говорила не принято говорить вот этот типа делает баги надо с ним что делать от нельзя не надо просто сказать вот у нас есть баги да надо что-то с багами делать вот так вот так можно да ну как бы вот именно на людей переводить скорее действительно могут косо посмотреть не поймут просто ситуация была напрямую что человек который больше всего создавала проблем в коде его хотели про продвигайте в менеджмент выше быть инженеринг-менеджером и при этом почему тоже в германии не думал что и может такая причина он дольше всего был в компании он начинал этот проект и он лоял да то есть такая у него это было очень для меня непонятно и я объясняла что но у нас же проблема он качество не 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 нету качества как вы можете его инженеринг-менеджером очень обиделся я думал что по всему миру такая как бы да если кто 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 не умеет программировать идет в менеджмент его а еще вот такой вопрос есть который видимо тоже культурно очень сильно отличается ведь не все войти делает сама эти которые сидят внутри компании есть еще аутсорсинг и я вот просто вижу на примере даже российской действительности соотношения она ну не однозначно в общем то как бы кто-то очень любит пользоваться услугами по аутсорсеров подрядчиками а вот ставить просто кого-то а где-то с этим вообще ну прям очень очень тяжело и трудно как как у вас вот лишь как у вас в германии с аутсорсингом любят с аутсорсингом в германии ну так опять тоже исторически что уже довольно давно значит была волна аутсорсинга там вот где-то мне кажется в двухтысячных там да тоже часто индия что еще да ну не знаю да ну тоже восточная европа и получился ну как бы опять кру очень крупные компании типа там дойче банк водофон и так приятно чисто к примеру говорю я на самом деле не знаю кто кто куда они заключали договора тоже в таких крупных то есть они там брали там не знаю тысячи человек из из аутсорсинговой компании или там ну вернее передавали как-то эти эти дела да и в принципе это работало плохо и поэтому сейчас какой-то такой есть настороженность к аутсорсингу да то есть опять же нельзя сказать что аутсорсинг идет плохо то есть опять много многих у многих компаний есть удачные команды в очень разных странах там последних компаниях был даже во вьетнаме была у них команда в вьетнаме там странах восточной европе часто страны снг вот типа небольшие усы и ну небольшие солидные команды это как бы бывает но сейчас такого что все бегают ищут а куда бы нам идти за аутсорсить это этого скорее нету и часто наоборот люди там люди скорее компания обжегшиеся на аутсорсе очень настороженно приходишь может мы тут какие-то часть задач перекинем вот не все просто вообще не обсуждаем а вот то есть вот как-то так пытались аутсорсить мысли прям берут нанимают команду на проект полностью аутсорсера или типа у нас есть своя команда нам нужно там типа еще пять человек аутсорсинг то есть это какой формат работы нет то есть скорее аутсорс то есть я говорю именно аутсорсе то есть то что ты называешь парка чем команда скорее получится как аутстал да то есть ну как бы раньше до к вида эти люди приезжали работать на и поэтому да и поэтому это как бы плохо работает опять же с тем же там с иди вьетнамом или россии вот но опять же возможно сейчас как бы с 2020 все начнет меняться потому что у нас очень много сейчас стало ремонтных проектов вот там вот этой вот проблемы эта проблема решается просто по-другому не знаю то есть может быть сейчас у нас тоже идет какое-то снова очень сильное изменение рынка но точно ну как мы поживем увидим вот так значит по отстав еще скажу пока не забыл в германии вот есть как раз такой специфический рынок которого точно нету в странах снг ну в больших количествах это как бы фрилансеры аутстафферы это в том числе я как я говорю там консультант на самом деле имеется ввиду это по-немецки называется консультант бератор по-немецки вот на самом деле это в общем-то люди которые работают по сути дела в аутстаффе то есть у нас есть большой рынок то есть есть специальные рекрутеры есть даже рекрутеры и конторы которые ничем другим не занимаются кроме вот этого аутстаффинга то есть они не не ищут людей на постоянную основу а еще только людей на проект то есть ты приходишь на проект работаешь ты работаешь там вместе со сну на наравне с другими членами команды вот ищут тоже все роли искром мастеров и программистов и тестировщиков и менеджеров тоже иногда менеджеров реже но тоже ищут вот ты работаешь проект закончился или там по каким-то причинам вы договорились разойтись то там например тут есть аутстафф стоит в принципе дороже чем чем просто взять на работу но в германии тоже большая культура как называется от этого социального трудоустройства то есть взять на работу довольно легко а уволить не так то легко и люди очень неохотно увольняют вот поэтому многие просто считают это экономически целесообразным просто нас есть проект мы пускай заплатим полтора два раза дороже но мы точно знаем что у нас потом не будет хвоста многолетних хвостов людей от которых мы нам нам хотелось бы избавиться но как бы культура не позволяет ну точно такая форма наибра самом деле да то есть как бы но когда-то можно более легко человека вводить выводить да 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 а может быть в америке так как я себе представляю работа любая работа такая то есть ты там пришел ушел вообще нет проблем вот в германии не так но вот есть специальный большой рынок аутстаффа я хотел сказать что в америке на самом деле культ аутсорса аутстаффа очень похоже тоже то что про германию только что услышали потому что уволить человека сложно и часто люди еще судиться идут после этого меня незаконно уволили поэтому часто тоже особенно в кей там вакансии целые фирмы которые ищут это называется здесь контракторы для меня это просто было удивительно что такие фирмы как например там amazon или google они имеют казалось бы у них много денег да почему бы просто не нанимать себе сотрудников но вот это прям тоже частая форма что на проекте помимо постоянного стаффа еще там программисты которые на контракте тестировщики которые тоже на контракте и при этом еще же в этом проекте будет аутсорс где-нибудь например в польше или в индии то есть такие как бы проекты очень сильно замешанные все очень сильно зависит от вот вопрос а почему так то то есть как бы потому что внутри найти не могут внутри страны найти не могут или или какой-то там есть бой идеи более высокого порядка над этим потому что это зависит но опять же идет из-за того что ну вот я про amazon могу сказать что захарий человек в amazon это может иногда занимать полгода или год иногда человек нужен вот прям сейчас уже вот чтобы он пришел и просто сделал работу и из того чтобы через выдает весь стандартный процесс найма в amazon просто находят контрактора которые приходят если не нравится ему могут сказать извини ты не понравился и как бы эти но с человеком которого нанялись им так просто это не сделать то есть это нужно будет ждать его нужно будет посадить performance review на котором будет сидеть там еще полгода и только потом можно будет уволить поменялось в штатах вот как же раньше вот эти истории были что тебе типа что там тех людей которые 20 лет проработали у них наконец-то есть две недели как называется срока к увольнению вот а так тебе приходят не приходите при этом звонят говорят на работу не приходи и там приходишь и тебе уже у тебя в картонной коробке твои вещи и все эти по свободе ну такая классическая что история что в америке можно очень легко уволить или тоже это уже раньше было ну вот для меня тоже просто я когда это слышу я если честно никогда с этим не сталкивался потому что вот в амазоне это конкретно прям долгий процесс увольнения что нельзя человек в один день обязательно это будет performance review обязательно человеку должен шанс как бы отыграться и сказать ребят там вы чего я там вот уже постарался и как бы вылез из этого и я такого не видел еще опять же это возможно у меня небольшое искажение вот этих больших байкишных то что в моем окружении там друзья кто-то в гугле работают и вот у них тоже нет такого что кто-то раз там резко уволили хотя я тоже такие истории слышал что иногда прям если там фирмам там сильно где-то в долгах или еще что то могут прям увольнять людей пачками ну россия так же бывает или а вот я думаю что спасибо что спрашиваете я думаю что очень сильный языковый барьер не позволяет этого сделать внутри японские люксофт и гипом какой-нибудь там я не знаю а в том что мы у нас есть офис в индии но это наш индии то офис в индии у нас есть офис вообще многих местах но например если японцы хотят сделать какой-то аутсорс или просто расширить свои какие-то доступ к техническим каким-то скилзам они открывают офис в тайване то есть для них это более понятная культура они в тайване говорят многие по-японски и и движение людей происходит более сильное между тайванем и японии но вот что то что что к нам от люксофт и все остальные по мы вообще такого варианта нету как я сказала только работаешь на компанию свою уволить тебя тоже невозможно как контрактер тоже очень редко быть и на контракте войти в японии но в принципе все в основном как рабочие обычные работники работают на контрактах и в принципе ты никогда не знаешь продлят тебе контракт или нет только там за несколько месяцев они могут тебя повестить что они продлевают контракт а могут не повестить то есть какой там период по-моему до месяца когда обязан работодатель сообщить продлевается контракт или нет просто я с этим тоже не сталкивалась мой к первый контракт контракт или просто принципе оффер был полностью как безлимитный рабочий контракт меня меня невозможно волить если компания если я хорошо перформлю но есть другие способы как воли человека не увольняя его японии есть и вполне легально это переводить его на ниже 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 уровне менять его позицию и это когда компания начинает закрываться и даже не эти и меняют то есть становится работники зарплата уменьшается бонусов нету и просто в принципе они ждут когда люди сами идут весят такая ситуация но тоже сказать что я как это слышал что в германии было такое с тебя хотят уволить тебя посадят возле двери я не знаю это правда или нет такое такое выражение было в японии не так тебе уменьшит позиция может быть у нас у всех забрали стулья сейчас перманит work from home у нас нет стульев поэтому и не будет ну наверно будет я шучу конечно люди будут возвращаться в офис как те кто хотят но многие компании в японии начали переходить на римов и как таковых стульев действительно отбирают ребят смотрите у нас еще есть несколько интересных вопросов на которые с которыми хочется продискутировать и какие тоже не хочется оставлять поэтому я предлагаю вам вот напрягитесь подумайте и не знаю там в минимальном количестве пунктов там типа каждый пункт одна короткая фраза опишите процесс найма вот каждой стране то есть просто почему потому что мы уже это затрагивали частично если в это углубляться мы просто не успеем а время эфира у нас ограничено поэтому артем там не знаю пять шагов как нанимают в amazon через что нужно пройти человеку или 10 и в amazon вообще отдельный процесс я бы сказал основные пункты это естественно технические знания то есть навыки по тестированию программирования и второй большой такой блок это лидерские качества то есть насколько человек ответственный брал ответственность в своих проектах насколько он был инициативен насколько он был адвокатом своих пользователей насколько он умел хорошо общаться и команды то есть такие лидерские soft skill такие две большие группы но она выглядит стандартно то есть как бы с тобой связывается рекрутер там как-то техническое интервью там может быть несколько раундов потом soft skill и потом оффер сначала собеседование по телефону если это программировать программисту будет уже по телефону но при этом надо будет код писать короче браузер потом стандартно один день будет пять сессий и и обед который вроде как не интервью но на самом деле тоже там они смотрят насколько человек там общает насколько он интересный и так далее как я сказала давайте сейчас это те кто хочет вне японии найти работы естественно надо сделать два два шага первый шаг найти хорошего рекрутера в японии который бы говорил по-английски linkedin в пользу серьезно очень много вариантов второй шаг начать искать компании которые имеют как представители представительства в японии примеры rakuten indeed amazon и google вот те которые точно знаю заходить на их сайты и смотреть если у них открыта позиция процесс собеседования так как мы из-за границы будет само отличаться от того что японцы были проходили на эту позицию например ракутен несколько шагов устное собеседование какой-то там айкью тест они почему-то дают это их новая про новый новая такая фича и после этого несколько раундов которые они вам посчитают все ремонтно и и offer так же самое в индиде тоже общаешься с human resource компании проходишь несколько раундов собеседования онлайн раньше мы возили на локацию но из-за ковида например в следующем году это будет невозможно все будет онлайн и после прохождения технических собеседований очень много смотрят на то как вы хорошо понимаете бизнес как вы хорошо понимаете как вы можете как тестировщики улучшить качество и улучшить то как ваши юзеры будут использоваться этим сайтом то есть нужно подготовиться к индиду подготовиться что такое например индид как он работает что вам там не нравится как быть юзером что это было для меня совсем новое то есть мое понимание бизнеса и тестирование веб-проектов в германии мне очень помогло я использовала анализ юзеров и понимая и понимаем какие ошибки они видят это был моим плюсом который дал мне этот билетик работы в индиде и мне кажется это будет большим плюсом в другие большие конторы если говорить про очень японскую компанию и может быть интересно работать в очень японской компании там будет очень простое интервью в основном в основном просто что вы хороший человек с вами пообщались интересное резюме и в принципе так это так и будет закончено очень простые интервью в обычных японских компаниях так что я думаю стоит попробовать по поводу скиллов и хотел сказать что в принципе если есть некон некоторый опыт не обязательно образование в этой сфере не обязательно компьютер сайенс не обязательно программирование мы не очень очень востребованы не пишут постоянно с такими реку ароментами не обязательно автоматизируем быстренько постаралась рассказать лёша окей значит но технически сейчас программа называется blue card голубая карта то есть вам для этого нужно будет высшее образование в иметь закончено высшее образование и но по сути дела или иметь контракт или вы можете на полгода приехать на 40 до полугода приехать в германию искать работу сам процесс как как везде то есть или через рекрут или напрямую вы пишете резюме и письмо отправляйте работодателю он смотрит приглашает вас на интервью интервью будет но обычно не одно иногда тоже много иногда два три четыре вот и даст вам оффера не даст вам оффер ничего особенного важно что нужно еще без высшего образования технически выпасть германию сложно можно там есть какие-то исключения но сложнее но сложнее документы пакет документов ничего особенного приготовил перевел что в бизе рекламенты визе к рабочим японии не требуется образование в этой сфере но требуется соответствующая работа в этой сфере то есть например три года работы будет считаться что практически вы были в университете так что этого такого рекламента не длина до высшее образование именно в инженерии или войти в германии смотрите у нас есть очень наверное плюс-минус везде выглядит офис одинаково разных странах но не знаю может быть японии отличаются но там я был европейских офисах был американцев офисах но плюс-минус то же самое что в россии у всех одинаковые макбуки стулья столы пока мы еще все сидели по офисам но печеньки кофе в офисе спортзала какие-то парковки там я не знаю может быть какие-то абонементы на книжке вот эти вот все плюшки ништяки которые есть да если что то такое что довольно общее да а есть что то что вы прям радикально отличается вот вот прям то чего вы не видели нигде вот там не знаю или есть что то такое вот в японии что вот какая-то в условиях работы в плюшках которые дают людям чем чем япония отличается от всего остального мира есть есть очень интересный момент что развита общественный транспорт очень на высоком уровне но люди могут жить за два часа от офиса вы себе представить это да и проезд стоит очень дорого и все абсолютно поголовно компании не только идти все официально платят проезд с вашего рабочего места вы живете 33 часа дома вам заплатят на этот кусок туда-обратно а всегда на работу для меня это было что проезд оплаты просто понимать это вот насколько это значимо в не знаю деньгах то наверное трудно людям будет в иеной это все пересчитывать в процентах от зарплаты то есть типа вот если бы тебе это не не оплачивали ты бы на эти три часа езды с работы до дома и и обратно тратил бы не знаю 10 процентов зарплаты а так тебе компания компенсирует или сколько это то есть это насколько это весомо лучше в долларах скажу потому что все зарплаты разные в японию очень высокая разброска плат и в принципе это весомо для каждого мне например проезд и до моей компании сейчас когда я переехала раньше я пешком ходила стоит около 10 долларов в одну сторону и 21 день естественно то есть 20 долларов в день на проезд на это я еду час десять если я буду ехать но так как индейки уже мы ремонтные я не веду как пример если бы кто-то из моего из моими таки ехал бы в токио центр это 20 долларов в день 21 день все-таки покрытие очень высоко ну это почти 500 долларов в месяц слушай а сейчас вам когда вы все сидите ремонт на вам эти деньги платят или 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 вам перестали их платить просто так как это как бы государственный практический если работник перестает ездить он обязан оповестить официально компанию что я перестал ехать и компания оповещает государство это человек не ездит поэтому мы ему не платим то есть это все идет через государств и если вот например компания fuji so она тоже очень гигантская компания всем сказала не работать из дома они также само автоматически перестали платить людям за проезд артем и я назову три которые в голову пришли сразу первое это то что здесь матч от отчисления на пенсию потому что государство пенсия никакая и все откладываются на сберегательные счета и фирмы стараются какие-то проценты добавлять если человек платит про там четыре процента они могут два еще накинуть второе это disability insurance и life insurance то есть многие компании страхуют жизнь и инвалидность бесплатно дают по сути и третье это модная сейчас фишка это unlimited time of то есть говорят у нас отпуск сколько хочешь как договоришь с менеджером по факту это получается чаще меньше чем обычно но по крайней мере описание часто этим пытаются как бы козырнуть но могу прокомментировать просто мы сейчас эти вопросы в компании у себя обсуждаем и если эти пенсионные планы которые есть в европе и в штатах но вот именно так как они есть с точки зрения налогов они в россии пока что но их нельзя сделать на законодательном уровне именно так же да то disability insurance ну то есть страховка от инвалидности и страховка от смерти какая-то да то есть как бы они сейчас уже в российских компаниях ну в топовых появились то есть допустим у нас она тоже есть вот но это пока не повсеместно вот ну то есть это потихонечку подтягиваемся такая тема с отпусками как у вас типа отпуск сколько хочешь но уходишь меньше нет у нас люди мне кажется на такое не подпишутся сразу на рабочем месте на рабочем месте мне кажется так ничего особенных различий наверно не будет ну может быть не знаю time card на некоторых компаниях есть на тоже скорее на очень только на очень больших ну типа ты когда пришел да когда ты автоматически то есть ты приходишь и когда на кофе идешь тоже ну по идее должен трекать ну то есть на больших концернах видал но на маленьких практически нету вот а и средних в маленьких средних компаниях и в ваших тоже не во всех значит по страховке так ну германия как раз этим давно известно и славится и поэтому очень большие вот у людей особенно из украины как-то у них когнитивный дефинанс или не знаю что ради большая разница между брута зарплаты только это растет стоит в контракте то что ты получаешь на руки поэтому люди знаю многие не хотят как бы даже пробовать потому что у вас вот такие маленькие зарплаты потому что ну они как бы считают только то что получают на руки а на самом деле вот эти выплаты от работодателя которые заносите в пенсионный фонд фонд по безработице это по сумме это очень медицинская страховка это очень большие деньги это там часто 3 3 зарплаты вот и они в принципе они как бы если ты смотришь не смотришь как бы только на ближайший год-два а смотришь это в долгосрочной перспективы это такие же такие же деньги которые ты не до получаешь там в россии и украине это твоя пенсия который ты потом о которых потом ты как-то наверное будешь думать вот а здесь ну автоматически оно получается ли твоя медицинская страховка вот еще ну там и отпуск там в германии по вообще минимальные по моему 20 дней рабочих дней вообще минимальные войти минимального никто не получает то есть в среднем 25-30 дней где-то как-то так то есть довольно большой рабочих дней то есть это 5-6 недель отпуска оплачиваемого конечно не оплачиваем давай только очень быстро потому что по поводу страховки наверно интересно что да в японии 30 процентов человек все еще платит он получает страховку в которой он 70 процентов ему покрывают но 30 процентов человек почти всегда платит за свое медицинское обслуживание и по поводу тоже страховки даже не страховки можно пенсионных отчислений японии не только в эти компаниях это очень принято есть тоже планы в которых работники автоматически откладываются свои зарплаты и работодатели в принципе немножко ближе к америки что есть пенсионные планы но при этом дальше от германии где стопроцентное покрытие медицины вообще ни о чем не думаешь и здесь все таки думаешь что все таки 30 процентов придется заплатить особенно если что-то серьезное я начинаю уже подумывать о том что если что-то серьезное произойдет 30 процентов все-таки это будет много и немножко по поводу limited pto в японии вообще такого нету но вы наверное подумали что они все время работают но не так в японии есть таких две недели они называют silver week и golden week и во время silver и golden week работников практически заставляют взять неделю отпуска несмотря на то что они очень hard working тут в японии но две недели как минимум они их выгоняет отпуск отпуск и вы понимаете две недели это мало для нас в нашей ситуации поэтому вот в индейте есть unlimited pto в котором я в принципе беру столько же как я беру в германии брала в германии ты около 30 дней иногда 40 даже дней в году больших таких кусков когда я могу поехать в украину или большой отпуск то есть вот это одним этот пито для меня было просто невероятным чем-то я до сих пор очень счастлива и и беру много окей последний вопрос потому что про то как изменилась жизнь после ковида мы уже не успеем поговорить но потому что мы просто растянемся очень надолго ребят одной фразой уровень жизни эти специалиста вот как бы в каждый из ваших стран он выше чем среднем по стране или ниже чем среднем по стране лёша ну конечно же выше да но надо сказать что в германии средний уровень значительно значительно выше чем вот в странах снг да то есть здесь средний уровень действительно реально ну то есть можно нормально нормально жить на нем вот а не так как у нас потому что в россии и насколько я знаю и других средних странах в многие разы в разы отличается уровень зарплаты айтишника от уровня зарплаты среднего а у нас там в полтора раза полтора раза на 30 процентов на то есть в принципе работягина заводит ты будешь получать естественно больше но не сильно больше не в два раза даже окей да вот их очень хорошо за артикулировал мысль лиля в айти в японии как я говорю мало раз это и хороших специалистов мало поэтому зарплаты растут очень сильно то есть с мая зарплата например отличается в наверное в полтора раза чем чем обычно эти зарплаты просто потому что они больше платят и в принципе гугл больше платит например по сравнению с ракутеном но при этом если я работала в ракутене которая более японская компания моя зарплата была уже в два раза больше чем по среднему в японии то есть просто осознать это люди уже живут хорошо в два раза я еще в полтора раза больше чем в обычной ситуации получаю но это международная компания но при этом даже не международной компании начинают увеличивать зарплату очень высоко потому что очень острая нехватка айти специалистов тестировщиков программистов и все что вокруг вот этого англоговорящих и то есть можно сказать что мы живем в два с половиной раза лучше чем обычные средние японцы с нашим высоким образованием выше артем очень сильно зависит от локации если вас зовут в силиконовую долину лучше не ехать в том плане что все остальное настолько дорого что там не знаю простой работник не знаю рабочий где-нибудь в техасе будет жить лучше чем человек в силиконовой долине не в топовой может быть фирме в конь средний стартапе ну и как бы в целом очень неоднородно потому что очень много профессий таких неожиданных ну для россии например врачи могут получать в два в три раза больше программистов или адвокаты или рабочие которые состоят в каких-то адских профсоюзах типа редкие грузчики которые грузят там только какой-то определенный груз на корабли а куда ехать-то работать правильно в штаты то есть не в долину а куда в техас в остин и ехать в вашингтон все понятно то есть там как-то будет получше там нет там налогов нету стоит также нам гораздо дешевле в техасе намного дешевле просто жилье и все остальное понятно вот 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 вам как бы подводные камни долины вот ребят у нас еще очень-очень много тем которые мы могли бы обсудить но к сожалению вы затянем наш выпуск я хочу сказать вам спасибо большое за то что вы пришли поделились инсайтами с разных концов планеты буду всех вас рад видеть на гейзенбаге онлайн оффлайн надеюсь что в следующий раз уже мы будем все-таки оффлайн приезжайте будем вам рады спасибо с вами было гейзенбаг шоу на этом у нас на сегодня все пока 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 спасибо отец слива по-японски ракутан я по поговорим означает оптимизм на этой ноте и и и и и и и